День пожилых людей начали отмечать в Европе, затем в Америке, а в конце 90-х годов уже во всем мире. Администрация НАПА никогда не забывает про людей старшего поколения, а в такой день им уделяют особое внимание. Первый адрес, по которому отправились представители администрации социальной защиты населения, в поселке Виноградный. В местной больнице для пожилых людей организовали праздничный концерт. Но день пожилого человека, он, наверное, и отмечается для того, чтобы люди обернулись, остановились на минутку, задумались, что рядом есть пожилые люди. И каждый из нас обязательно в свое время станет пожилым человеком. Поэтому это повод для того, чтобы посмотреть на тех, кто находится рядом с нами и оказать им посильную помощь. От гимназии Росток пациентам больницы преподнесли продуктовые наборы. Теперь они пожилые люди, и задача окружающих – позаботиться о них. Благодарны мы им, кланяемся до зимы. Они нас как бы встряхнули. Понимаете, сегодня все-таки ворост мне 84. Так что, прекрасно. Далее поздравлять отправились в поселок Витязева на улицу Пушкина, 29. Здесь проживает долгожительница, труженик тыла Анна Егормина. Ей 95 лет. Беззаботно, улыбчивая и приветливая. Родилась Анна Ивановна в деревне Кумак Орска области. Шести лет работала в колхозе. Многодетная мать. Воспитала пятерых детей. Участвует в воспитании 12 правнуков. Любимым занятием Анны Ивановны всегда было цветоводство. Она участвовала во многих конкурсах и побеждала. На улице, возле дома. Первое место у меня. Специально поздравить Анну Игармину с праздником приехал народный ансамбль «Рябинушка». Анна Ивановна подпевала хору любимые песни молодости. Дай Бог, чтобы везде был мир. В войне самое главное, чтобы не было. Все друг с другом. Дружно должны быть. С соседями, окружающими. Чтобы все совсем дружно быть. Избежать старости нельзя. Но и поддаваться депрессии, опуская руки, тоже нет причин. Человек в силах отодвинуть возраст не на один десяток лет. И за 90 можно ощущать себя энергичным и молодым. Алина Гумерова, Артем Зиборов, Анапа. Регион.